Первым делом инспектор Лоренс Серенак огородил место преступления широкой оранжевой лентой, закрепив ее на ветках ближайших деревьев. Ему сразу стало ясно, что дело будет трудным. Хорошо, что после звонка из Вернона он сообразил прихватить с собой еще трех сотрудников. Первому, агенту Лувелю, он поручил не пускать к трупу зевак, которых на берег ручья набежало уже немало. Поразительная вещь. Только что полицейская машина ехала по безлюдной, словно вымершей деревне, и вот не прошло и нескольких минут, как уже собралась целая толпа. Можно подумать, жителям больше делать нечего, как только глазеть на место убийства. В том, что это именно убийство, он не сомневался. Не зря проучился три года в Тулусской школе полиции. Серенак еще раз осмотрел рану на груди, расколотый череп и опущенную в воду голову мертвеца. Агент Мари, самый подкованный в комиссариате Вернона по научно-технической части, внимательно исследовал оставленные на земле рядом с трупом следы и готовился делать слепки из быстро застывающего гипса. Задание — зафиксировать следы, прежде чем кто-либо приблизится к трупу, ему дал Серенак. Бедолога мертвее мертвого, так что немножко подождет. Главное — не затоптать место преступления, пока тело не будет сфотографировано, а улики не собраны в пластиковые контейнеры. На мосту появился запыхавшийся инспектор Сильвио Бенавидиш. Жители деревни чуть расступились, пропуская его вперед. Серенак велел ему бегом бежать в Живерни с фотографией покойника и постараться разузнать о нем все, что можно, а еще лучше установить личность убитого. Инспектор Серенак не так давно служил в полиции Вернона, но успел понять, что Сильвио Бенавидиш — идеальный подчиненный. Он точно и четко выполняет приказы и прекрасно справляется с писаниной. Заместитель, о каком можно только мечтать. Правда, ему малость не хватает инициативности, но... Серенак чуял, что дело тут не в отсутствии знаний и опыта, а в простой робости. В общем, преданный парень. Ну, в смысле, преданной работе, разумеется. Инспектор Лоренц Серенак подозревал, что на самом деле Бенавидиш относится к нему, недавнему выпускнику Тулусской школы и своему непосредственному начальнику, как к неопознанному полицейскому объекту. Серенак и назначили руководить комиссариатом Вернона четыре месяца назад, даже не присвоив звание комиссара. Как еще должны здесь, в Верхней Нормандии, воспринимать парня, которому не исполнилось еще и 30 лет, который говорит с южным акцентом... Присоединяем. Присоединяем. Присоединяем.